Парни, парни, миром, Господу помолимся, Господи помилуй. Вот уже 28 лет отец Леонид Конев служит у престола Божия. Тихо и сосредоточенно он молится о здравии прихожан. А ведь когда-то даже не думал становиться священником. Благодать Божия изменила мое сознание. Я нашел смысл жизни в церкви и в ней нашел свое духовное счастье. Его детство прошло в городе Кентау в Южном Казахстане. Мама работала школьным учителем, отец был инженером и ярым коммунистом. О Боге в доме никто даже думать не смел. Но однажды мальчик увидел на шее у одноклассника крестик. Я его себе положил на ладошку и спрашиваю, а кто здесь на крестике? Он мне говорит, Иисус Христос. А что здесь с ним происходит? Он мне объясняет, что ему били в руки и ноги гвозди. Я крестик переворачиваю и читаю, спаси, сохрани. И вот тут меня прям током прошибает. Значит, этот человек необыкновенный, непростой. И если он в таком даже положении спасает и сохраняет, а если его снять оттуда, как он будет помогать? С этого момента все мысли мальчика занимало только одно – желание носить такой же крестик, как у его друга. Я пришел домой и спрашиваю маму, говорю, мама, почему я не крещеный? Она говорит, тихо, тихо, тихо. Папа против. И я себя почувствовал получеловеком. Думаю, почему мой одноклассник крещеный, а я нет? Желание носить крест стало еще больше. Но где взять? Ближайшая церковь только за 70 километров в соседнем Туркменистане. Я слепил из глины крестик, я его высушил, продел ниточку, одел, стал носить. Но потом сам себе сказал, что самого себя не обманешь. Тебе крестик носить нельзя. Я его снял и его отпустил в речку. Но ни на секунду не переставал думать о том удивительном человеке на кресте по имени Иисус. А в 14 он поступил в музыкальное училище и уехал в Свердловск. Казалось, что никогда уже его желание креститься не сбудется. Пойти поперек воли отца он не мог. Но когда молодой человек приехал домой на зимние каникулы, то был весьма удивлен. Хочу сесть за стол. Мама мне говорит, постой, 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 пока не садись. Я думаю, почему? Заходит папа, и они с мамой вместе начинают петь «Отче наш». У меня такое на глазах удивление. Я говорю, так, папа, мама, это сейчас что было? Оказалось, что родители познакомились со священником и уже сами стали верующими людьми. Сынок, мы полностью изменились на 180 градусов. Папа мне говорит, в эту субботу мы тебя покрестим. Его счастью не было предела. Спустя 4 года наконец-то осуществится его детское заветное желание. Были мысли, что наконец-то все это со мной происходит. И думаю, как во сне, что наконец-то меня окрестят. Мое давнее желание исполняется, и я поеду обратно в музыкальное училище и буду хвастаться, что я окрещеный. А следом появилась другая мысль, еще более удивительная. Я стал смотреть на иконы, и у меня такое удивление, что на иконах-то одна молодежь. Георгий, Пантелеимон, Варвара, Анастасия. Я поразился, вот тут стоят бабульки, а на иконах одна молодежь. И у меня появляется горячее желание узнать об этих людях, если они здесь, на этих иконах. Как же они жили? Вернувшись в училище, молодой человек с увлечением читал «Ждия святых», «Евангелие» и стал молиться перед первой самостоятельно купленной иконой Богородицы. Чудо, что благодать, окрещение нежно, деликатно, не царгаясь в мою свободу, стало менять мое сознание. А когда на следующий каникул он снова приехал к родителям, то вдруг понял, что его больше не интересует карьера музыканта. Даже со сверстниками было скучно. Он уже отчетливо понимал, что не вернется в музыкальное училище и поехал поступать в Московскую духовную академию в Сергиевом фасаде. Без всяких книг, без всякой агитации, без всякой катехизации, без ничего. Вот именно благодать, окрещение изменило мое сознание. Еще через полтора года учебы в семинарии он узнал, что и его отец выбрал священнический путь. А сегодня и старший сын Иван получает духовное образование, продолжая дело отца и деда. Ольга Шерстобитова, Александр Чичварин, Юрий Барковский, телеканал «Спас».